Новый современный каток в раздолье. Лед прочный и скользкий. Проверь налично. Пожалуй, лучшее новогоднее развлечение. Открытие состоится 28 декабря. Кстати, в этот день прокат коньков будет совершенно бесплатный. А это, согласитесь, вдвойне приятно. Мой прокат далек от совершенства. Не обошлось без поддержки. Но теперь есть время, а главное возможность все исправить. Ведь каток будет работать всю зиму. А первыми, кто решился его опробовать, стали глава округа Андрей Иванов и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Это не первый их лед. Оксана Викторовна – звезда ледовых телешоу. Андрей Робертович – опытный хоккеист. Каток в раздолье оценили по достоинству. Хороший уже по качеству лед. Еще 2-3 слоя. Здесь будет идеальная поляна для фигурного катания, для тех, кто любит хоккей. В данном случае это мини-хоккей. Я уверен, что эта коробка, хоккейная коробка, понравится нашим жителям, посетителям парка. Уже сейчас можно окунуться в зиму. Здесь помимо льда искусственного, красивые домики, прокат, ярмарка. Кататься легко. Вот я сейчас стою и немножко проваливаюсь, но это не важно. Важно настроение, важно, что сегодня я увидела столько своих избирателей, и все хотят встать на лед. И я вспомнила свой 2006 год. Звезды на льду, мы были первые. Я точно так же, как многие из этих женщин, никак не каталась. И сегодня вот уже могу обучать. Поэтому все, какие наши годы, в 5.0 все только начинается. Яркий пример тому участники активного долголетия. Еще вчера танцевали на новогоднем балу, а сегодня уже встали на коньки. Некоторые это сделали впервые, как Ольга Сапаненко. Для нее это непередаваемые ощущения. Жалеет только, что поздно начала. Я всегда с таким завистью смотрела на тех, кто красиво катается, кто вообще стоит на коньках, кто может позволить себе вот какие-то там прогулки. А сегодня сама почувствовала. Для меня это нереальное, как это, сродни полету, что ли. Ощущение полета и скорости вдохновило и Ирину. Последний раз стояла на коньках ровно 50 лет назад. Но былые навыки вспомнила быстро. И торможение, и шаг, и даже дорожку. Знаете, наверное, нам очень важно опять ощущать себя. Я говорила, не-не-не, я не встану. Мне дома все говорят, ты что, ноги сломаешь. Ничего подобного. Это так здорово. Давайте все присоединяйтесь к нам. Новый лед на прочность испробовали и хоккеисты со стажем. Вот уже 10 лет Владимир играет за Денцовскую команду ветеранов. Каток им явно пришелся по душе. Места хватает для тренировок в самый раз. С удовольствием поиграли, побегали. Вот хороший лед для такой погоды, для того, что только-только лед сделали, нормально. Каток будет работать каждый день в будни до 9 вечера, выходные до 11. И даже отсутствие снега и мороза не помешают зимнему настроению, ведь в раздолье настоящая зимняя сказка. Вот здесь Новый год. Здесь прям уже Новый год совсем. И не важно, что нет снега. А у нас снег в душе. Вот видите, у нас тут снежинки. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Денцова.